Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать мудрость, мудрость Торы, божественную мудрость, то, что нам Бог вообще сообщил. И продолжаем это изучать для того, чтобы применять. Яков Шатайдин, шалом! Влад Косов, шалом! Олег Марголин, всем! Шалом, шалом! И начинаем присоединяться через изучение Торы к божественной мудрости. Это удивительно. Вообще мудрость это у человека божественное качество, потому что вообще вдуматься, если да, есть у человека возможность мыслями думать о Боге, о мире, а лететь, как Эйнштейн летал на луче быстрее света. Представляете, мысль может лететь быстрее света. Эйнштейн представлял, как он на луче сидит и летит на луче быстрее света. Как он представлял? Но мы сейчас еще выше, чем Эйнштейн поднимаемся, мы поднимаемся выше света к Богу. То есть всем шалом! Богу Тертов! Елена Рыбакова! Доброе утро! Все! Значит, мы продолжаем изучать Пертьевод. Сейчас уже мы заканчиваем, можно сказать, изучение. Сейчас у нас пятая глава, конец уже. И в пятой главе в начале все идет про цифру 10. Цифра 10 Бог делал мир. 10 пальцев, 10 сферот, 10... Ну, то есть 10 это одна из 10 заповедей главных, да, которые на скрижалях были написаны. То есть цифра 10 это как бы такая глобальная цифра, которая описывает мир. Теперь мы начали с того, что 10, а почему эта цифра 10 такая? 10 изречениями Бог потому что сотворил мир. А почему он сотворил именно 10 изречениями? А вот на Бога нет вопросов. То есть вот в том-то и дело, когда люди спрашивают, а кто сотворил Бога? Бога... Бог это Бог. То есть он всех сотворил, но никто не сотворил его. Поэтому он и Бог. Это конечная точка. То есть нельзя спросить, а кто его сотворил? Он Бог, потому что он сотворил все. А его кто сотворил? Никто, потому что он есть Бог. Понятно, да? То есть он то, что изначальная основа всего. Теперь и он 10 изречениями сотворил мироздание. И сказал, и сказал, и сказал, как в начале вторе написано. Но интересно, что... А почему он задает вопрос? Почему он сотворил мироздание? А вот здесь очень интересный ответ. Знаете, какой-то? Его сказал Альтер Ребе. Он сказал, и того захотел, возжелал дословно. То есть он возжелал. А на возжелал не задают вопросы. То есть когда человек вот что-то захотел сильно, да? Какой-то вот почему захотел? Захотел. Вот Бог захотел создать мир. Захотел создать мироздание. Создал его. Как создал? То, что идея, которая появилась, это Тора. То есть Тора, это была как основа идеи. И по ней, по Торе разворачивалось потом мироздание. Понятно, да? Но Тора не как мы ее сейчас читаем. Это не слова. Тора это структурированное знание, которое было тем чертежом и тем инструментом, которым Бог творил мир. И потом это структурированное знание, идея была передана Маше Робейну. Он записал письменную Тору. И остальное он объяснял устная Тора. Поэтому Тора это как описание мироздания. И мы сейчас изучаем Тору. Мы изучаем, как этот мир работает. Понятно. Теперь, значит, первая была Мишна в пятой главе. Десятью изречениями Бог сотворял мир. Вторая была Мишна в пятой главе. Десять поколений было от Адама до Ноаха. Это была первая попытка человечества. Первая версия. Знаете, как есть? Первая версия была Айфона. Помните, такой Айфончик был старенький такой, да? Первый еще. Но на тот момент он был вау. Но потом он стал уже не вау. Также первое человечество до Ноаха, они шли против Бога, как биороботы такие, с душой и со свободой выбора. Но они выбрали идти против Бога. Бог перепрошил софт. И, значит, был потоп. Это стерлось первое человечество. Остался только Ноах. Он был Айфон второй модели уже, да? После потопа люди опять же помнили о том, что Бог хозяин мира. Но они знали и свое величие, так как человек это проявление Бога в этом мире. И они начали строить Вайлонскую башню, выступить против Бога. Бог еще перепрошил программу, сделал биороботов, убрал у них какую-то кнопочку внутри. Они перестали друг друга понимать, да? Вот эти вот биороботы перестали друг друга понимать. Разные языки у них появились. Значит, и они все равно шли против Бога. И как только они задумывались о духовности, они начинали использовать духовность для себя. Для того, чтобы получить больше удовольствия от этого мира. Не для того, чтобы давать, а для того, чтобы брать. В общем, потом появился Авраам. И Авраам, он был, значит, первый, кто полностью соединился с Богом. Полностью к нему прилепился. И стал проводником божественного света в этом мире. Авраам Авину. И дальше, как вы думаете, что сделал Бог создатель мира? Мы учили, он ему дал 10 испытаний. 10 испытаний он ему дал. И с каждым испытанием, написано нам, мы изучили, что с каждым... Почему он ему дал 10 испытаний? Чтобы проявить свою любовь. Но чтобы Авраам проявил свою любовь через испытания к Богу. А Бог этими испытаниями проявлял свою любовь к Аврааму, давая ему возможность, пройдя испытания, приблизиться к Богу. Так с каждым из нас. Это все очень применимо к каждому из нас. Теперь дальше. Дальше написано, что 10 испытаний делали евреи Богу. То есть, когда Бог евреям уже все сообщил, сделал для них чудеса. Вначале говорится, 10 чудес он сделал в Египте, 10 чудес сделал, 10 макот, 10 ударов на египтян, 10 чудес на море, когда море раступилось, 10 и так далее. Все они видели. И что? Написано, 10 испытаний они Бога испытывали, они в Него все равно продолжали не верить, жаловаться, не доверять и так далее. Все, это мы тоже узнали. На 10 испытании Бог сказал, что все, это поколение неисправимо. Отправил их на 40 лет в пустыню на тренинг. Такой длинный тренинг личностного роста. Знаете, 40 лет в пустыне, каждый день ман падает на один день. Они этот ман поели, на второй день опять падает ман, на третий опять. На шестой день, чтобы привыкли, что в шаббат нельзя работать, на шестой день выпадают две порции мана на каждого человека, чтобы они в шаббат могли спокойно не ходить, не собирать. И после шаббата опять шесть дней на каждый день выпадает порция. И они, питаясь этой духовной пищей, они постигают духовное, ну то есть они двигаются, изучают духовные вещи, медитируют, молясь и так далее. В пустыне нечего больше делать. Они служат Богу вот так вот постоянно, привыкают. Так это длится 40 лет, такой тренинг личностного роста. И потом они приходят в землю Израиля, и что? И они опять начинают нарушать. Вот такая вот история, представляете? Хорошо. Теперь, но когда они пришли в землю Израиля, еще с ними были чудеса. Сегодняшняя наша Мишна, она звучит так. Звучит так. Значит, написано следующим образом. Так, смотрим. Вот. Это пятая Мишна. Десять чудес были сделаны для отцов наших в храме. То есть в храме в Иерусалиме царь Соломон Шлома Меллах, чем мы учили Мишли, притчи царя Соломона, он построил первый Иерусалимский храм. Построил. Это было чудесное здание за тысячу лет до Колизея. Оно было построено, говорят, вот Рим, Колизей, вау. За тысячу лет до Колизея было построено здание Иерусалимского храма. Огромное там чудеса. Весь мир приезжал на это смотреть. И там были десять чудес. Непрекращающихся чудес. Что за чудеса были? Значит, первое чудо было такое. Лой пила Иша, Мире, Акбасар, Акодыш. Значит, так как там постоянно приносились жертвоприношения, и там какие-то сжигались, какие-то были жертвы, которые приносили эту жертву, потом ее съедали благодаря Всевышнего и рассказывая о том, за что это жертвы благодарственны. Были грехочистительные жертвы, когда человек приносил в жертву этого там ягненка, и видя, как ему перерезают горло, он в это время говорил, вот я должен был умереть за свои грехи, но сейчас я в них раскаиваюсь, и так как я раскаялся, надеюсь, что Бог теперь меня простит, но я вижу, что вот я мог бы быть сейчас на его месте за свои грехи. То есть была целая система этих жертвоприношений, и часть из них сжигалась, это была жертва всесожжения, когда полностью сжигалась это животное, ну уже мертвое, конечно, и был от этого запах, постоянно запах горелого вот этого мяса, и написано, что женщины, они, не было у них вытитышей от этого запаха мяса. То есть женщины, они в беременности, они там от запахов как-то реагируют, но здесь не было ни разу за все время, чтобы беременные женщины, у них был вытитыш. Дальше, в ло истриях басара кодыш мы улам, и никогда не портился вот это святое мясо, то есть были жертвы, которые надо было съедать в течение двух дней, можно было ее есть, и она могла испортиться, лето, жарко, никогда ничего не портилось, то есть там была какая-то повышенная святость в храме, в которой в этой святости не происходили процессы гниения, то есть вообще не гнило ничего. Дальше, в ло не раз зву в бебет амидбахим, и не было там никаких жуков, не было комаров, не было мух, хотя казалось бы, представьте, бойня, на которой все время идет мясокомбинат такой, все время идет забой скота бесперерывно, мух нету, нету мух, нету плохого запаха. Это было в храме. В ло и ракериле коэнгадоль бьем атипурим. Вот мы сейчас приближаемся к Йомтипуру, самый святой день, и там в самый святой день первосвященник заходил в святая святых, где стоял ковчег завета, там были крувим, и там было вообще искажение пространства, ковчег завета был больше, чем святая святых по размеру, и он там помещался, то есть там это было место, когда священник, первосвященник туда ходил, он был привязан к веревке, только он мог раз в году туда заходить, делал специальные воскурения, произносил имя Всевышнего, которое нельзя произносить, и искупал грехи мира и народа и всего. И если он был в... сам у него были какие-то грехи, то его за веревку... он умирал прямо там, то есть он не выдерживал вот этой вот святости, он заходил в пространство, где божественное присутствие было больше всего проявлено. И если он был... у него были грешные мысли какие-то, или вообще грехи, он не выдерживал, у него перегорали предохранители, он прямо там умирал, его за веревку вытаскивали. Так вот, интересно, что когда его готовили к этому дню, его там готовили к Йом-Кипуру целую неделю, ну там целая технология подготовки, он все время там только учил Тору и так далее, и запрещено было, если у него было семяизвержение непроизвольное, а в первом храме люди были намного более сексуальные, у них было вот это сексуальное влечение в сотни раз сильнее, чем сейчас, в сотни. Они вообще были, ну то есть звери такие, да, это участие, знаете, как есть много шуток там про кавказских мужчин, что они прям вообще женщин видят, все. А раньше мужчины не просто женщин видели, они кого угодно видели и все. То есть они вообще, вообще, то есть были совершенно, у них лебедо было повышенное. И вот этот первосвященник, у него никогда не случалось непроизвольного семяизвержения, которое делало его неугодным к этой службе. А если, представляете, то есть если это семяизвержение, это считалось, это плохо. Ну как духовная нечистота там есть. И, значит, он бы был непригоден к службе, но никогда не случалось, чтобы у него это случилось семяизвержение перед Йом-Кипуром. Значит, там был вот этот вот жертвенник, и на нем горел постоянно костер. И какие бы ни были ливни, костер никогда не гас, никогда не, вот никогда не гас огонь там. Дальше. И поднимался вот такой вот столб дыма, и это очень интересно. Он был идеально вертикально прямой и уходил в небо. И никогда никакой ветер его не двигал. То есть представьте, такой столб поднимается к небу. Значит, также приносили специальные еще жертвоприношения. Жертвоприношения хлебные, первые урожаи там и так далее. То есть раньше все было очень привязано к сельскому хозяйству. То есть это сейчас есть какие-то там технологии, магазины, привозят, увозят. Раньше все зависели от того, будет урожай или не будет. Нет урожая, голод. И с первого урожая приносили в храме специальные жертвоприношения. И там по технологии, если бы там было что-то неправильно, то это был бы, ну в общем, капец. Я не буду сейчас задаваться в подробности. У нас короткий урок. И нам больше смысл того, что мы изучаем, как это можно применить сейчас, да, в нашей жизни. Так как храма уже нет, храм разрушен уже, второй храм разрушен уже 2000 лет. В 70-м году нашей эры был разрушен второй храм. А первый храм был разрушен еще за 500 лет до первого храма разрушения. То есть это уже 2500 лет. А построен он был почти 3000 лет назад, 2900 лет назад. Поэтому нам это не совсем актуально. Поэтому мы пройдем и вытащим для себя актуалию, которая есть для нас. Ну в общем, вот эти вот хлебные жертвы тоже никогда не было там никакого дефекта. Дальше. Стояли цфуфим. Цфуфим это как, настолько плотно люди стояли. Вот представьте, сейчас, например, есть хадж. У мусульман есть хадж в Мекку. И там каждый год прямо до смерти задавливают паломников. Иногда там десятки человек. Потому что когда идет огромная-огромная толпа людей, и все в религиозном экстазе, и все такие, ну то есть, прямо, ну огромная толпа, и нет же никаких громкоговорителей, ничего, то случались жертвы. И вот в храме то же самое. Стояли, прямо некоторые висели, так они были зажаты, цфуфим это как плыли. То есть они прям ногами, люди маленького роста, их зажимали плечами, и они ногами так шевелили, но не могли они земли коснуться. Но когда были моменты, когда Иштаховим, Миштаховим, это вот как сейчас молятся мусульмане, они вот так вот в мечетях ложатся, ну на пол, да? Так раньше евреи так молились в храме. Именно в храме так тоже молились. Были, ну как бы, преклоняли колено, Миштаховим вот так вот ложились, простирались ниц, да? Так вот было чудо. То есть когда стояли, негде было стать, но когда был момент, когда надо ложиться, вдруг оказывалось у каждого место, чтобы лечь. Это было вот такое чудо. И значит, И не было никогда, чтобы кусал скорпион или змея в Иерусалиме. В храм приходили обязательно три раза в году. Три раза в году, есть Шалош-Рикалим, три праздника. Песок, Сукот и Шавот. Вот три праздника, есть заповедь приходить, приходить, брать с собой быков, овец и так далее, брать с собой деньги и праздновать в Иерусалиме, чтобы Бог дал возможность прожить еще один вот этот период. Как бы было, десятую часть урожая собирали, чтобы в Иерусалиме на празднике праздновать, радоваться. Представляете? То есть приходили евреи со всего мира, съезжались, чтобы в Иерусалиме потратить десятую часть своего заработка за год. Там движняк такой, всех приглашали, столы накрывали, быка убивали, это жертва, благодарственная жертва. Представляете, огромного быка там, тона. И надо было его успеть съесть за два дня, сорок хлебов, всех собирали, прямо вот так вот на улицах, бедные, там, ну, люди, у которых не было, всех собирали. И хозяин этот, которого быка рассказывал, спасибо Богу, Бог мне так помог, что я там, например, в этом году, там, и то, и то, и то. И, значит, постоянный был праздник, то есть в Иерусалиме был постоянный такой праздник, движняк, день и ночь, такой фестиваль, служение Богу. И чудо было в том, что ни скорпионы, ни змеи никогда никого не жалили, такое Бог сделал чудо, чтобы не омрачать радость. Вэлло Амар, Вэлло Амар Адам, Лихаверо Царли, и не говорил никогда человек своему ближнему, что тесно мне, тесно мне в этом месте, тесно мне в этом месте в Иерусалиме. То есть так получалось, что в Иерусалиме всегда был праздник, и всем хватало места, все были гостиницы. Вот интересно, что примерно как сейчас мы находимся перед уже третьим храмом, да, должен вот произойти вот этот момент уже окончательного исправления мира. Говорят, что в нашем поколении. И вот мы сейчас видим Иерусалим, едут автобусы, миллионы туристов со всего мира приезжают, вот такой вот сейчас начинается опять движняк такой, очень похожий, но даже не похож, как было тогда. Тогда было намного, намного все ярче и веселее. Так вот, возникает вопрос, зачем нам это знать, да, то есть пертеавод сообщает нам что-то полезное, чтобы мы могли из этого выучить что-то для себя для сегодняшнего дня. Значит, нам сообщается о том, что были чудеса, были чудеса в храме, то есть, когда был храм, храм это было место, как дом Бога на земле, и было там божественное присутствие, Бог показывал полностью свое присутствие и делал чудеса. Значит, интересно, здесь отмечают любавчистое Рэбе, отмечают вот такой момент. Почему вначале идет чудо частное, и чем дальше, тем идет более чудо широкое. Смотрите, начинается с беременной женщины, у беременных женщин не было вытедыша. То есть, это очень частные случаи, это просто касается только беременных женщин. А дальше идут уже общие случаи, например, там Коин Гадоль, он представитель всего народа, первосвященник, храмовые жертвоприношения, храм, потом расширяется Иерусалим, праздник, когда съезжались со всего мира паломники и так далее. То есть, идет от частного к общему. И, что на сегодняшний день нету храма, но Бог каждому из нас, Он показывает чудеса. Конкретно, каждый человек, если он сядет и проанализирует свою жизнь, проанализирует свою жизнь своей семьи или историю своей семьи, то он вдруг увидит, что то, что он вообще существует, это цепочка совершенно непредвиденных каких-то событий, которые были не следствием работы и подготовки его родителей, предков и так далее. А это было просто чудо. Знаете, как человек не по своей воле родился, мы учили, да, то есть, рождается человек, очень многие вообще незапланированные дети. Если вы спросите своих родителей, окажется, что они вас, может, и не планировали даже, да, но вы появились. Дальше они планировали, там, или вы планировали что-то одно, но произошло другое. Планировали так, там, Советский Союз планировали, прям планы расписали до коммунизма к 2000 году, обещали нам коммунизм к 2000 году, а оказывается, нет никакого коммунизма и так далее. То есть, очень я читал на этот шаббат в одной, ну, в синагонии был, в Санкт-Петербурге как раз, и там был один журнал, и там была очень короткая история, как жил один человек в Германии, он был преуспевающий адвокат, такая, ну, еврейская семья, он женился, у него жена тоже еврейка, все, и, значит, он был очень богатый, начал зарабатывать, хорошо все, и к нему пришли евреи, и говорят, это были 20-е годы прошлого века, что вот мы хотим переезжать в Израиль, но у нас нет денег. Он говорит, я вам куплю землю, хорошо, я вам покупаю в Израиле землю, значит, а вы будете ее обрабатывать, и он покупает, вкладывает какие-то деньги, покупает кусок земли в Израиле, и, значит, они едут, эти люди едут туда, обрабатывают эту землю, выращивают, начинают там апельсины, а он не едет, он продолжает в Берлине, зарабатывает, становится очень богатым, к 30-м годам, прям, один раз они съездили с женой, посмотрели Израиль, в 20-е годы, как-то, ну, посмотрели, вот эта земля у них была, и вернулись обратно, и тут 30-е годы, 33-й год, и все, значит, начинаются антиеврейские законы в Германии, у евреев забирают все имущество, и его садят в тюрьму, его садят в тюрьму, он остается без ничего, без копейки денег, в тюрьме, уже там начинали с концлагеря, но еще не убивали, а просто пока арестовали, и все, все забрали, теперь, а у жены у него был австрийский паспорт, еще Австрия, тогда Германия не захватила Австрию, и она, значит, с этим австрийским паспортом договаривается с прокурором, с каким-то, дает взятку 50 тысяч марок, где-то она там нашла, эти деньги были спрятаны, и его, чтобы его отпустили на день рождения, на один день, он его отпускает на один день, она его кидает в багажник машины, они переезжают, перебегают границу, и в Австрии они идут в британское консульство, чтобы получить визу в Израиль, а в Израиль визу они не давали в то время, не давали, но у них была вот эта купчая на землю, они показали, у нас есть там земля, и мы едем, то есть у них были основания, их выпустили, и так они спаслись, это сейчас одна из семей таких известных в Израиле, Яфа, вот эти вот апельсины, Яфа, это их апельсины, которые Джафа, апельсины, это крас на том части земли, то есть если мы проанализируем свою жизнь, то Бог для каждого из нас делал много чудес, вопрос, видим мы эти чудеса или не видим, и если мы видим, полагаемся, мы помним об этом, и благодарны ли мы Богу, или мы считаем все равно, что чудо чудом, а я должен сам на себя заботиться, а если я должен сам о себе заботиться, тогда страшно, что будет завтра, непонятно, и вот это вот, то, что мы можем сегодня выучить из этой мечны, что Бог делал чудеса, делает чудеса, и будет делать чудеса, Чудеса это, что такое само понятие чудо? Это над природой. Но он делает чудеса над природой для тех, которые сами ведут себя над природой. Что значит над природой? Выполнение заповедей это над природой. Ты не понимаешь, как это работает. Ты не понимаешь сути, почему шаббат надо соблюдать. Непонятно. Вообще непонятно. Зашло солнце в пятницу, отключи все приборы и не работай. Почему? Бог сказал. И когда ты начинаешь вести себя нелогично относительно природы, то Бог начинает вести себя с тобой нелогично относительно природы. То есть ты создаешь предпосылки для того, чтобы Бог с тобой разговаривал тем, что ты выходишь из привычной вот этой вот своей рутинной подхода в жизни, где все я, все механика, все бихевиористы, которые говорят, что все как бы, ну все механистично. Все механистично для тех, кто живут в механике, да. Но все волшебно для тех, кто живут в божественной концепции. Все, дорогие друзья, значит, мы на этом и сегодняшний урок заканчиваем. Значит, какой вывод? Чудеса были, чудеса есть и чудеса будут. Есть материальный мир, есть мир духовный и чем больше ты соприкасаешься с духовным миром, тем больше будет чудес в твоей жизни. Я всем желаю, чтобы были добрые, хорошие чудеса. Чудеса выздоровления, чудеса разбогатения, чудеса пожениться там кому надо, чтобы все, кто хотят в этом году каких-то чудес. Вот сейчас самое хорошее время такое, был Роша Шана. Сейчас 10 дней раскаяния, это время, когда Бог очень близок к каждому из нас. И Бог, как бы, Он ждет, что мы сделаем шаг к Нему, чтобы Он сделал шаг к нам. А тот, кто сделает прыжок к Богу, тому Бог сделает для него чудеса. И я когда-то в это время, я сделал обрезание в это время, в эти 10 дней раскаяния. У нас была хупа в 10 дней раскаяния с моей женой. И, в принципе, я стал религиозным в эти 10 дней раскаяния. То есть эти дни предназначены для такого настоящего приближения к Богу. Все. Удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свой вывод, что для вас является выводом из сегодняшнего урока. И своим выводом поделитесь со своими друзьями. Но если они, ну, как бы, не в теме, то вы не расстраивайтесь. Много людей не в теме. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Хорошего дня.